Всем привет! Я Саша и вы попали на мой канал! В этом видео я бы хотела посоветовать вам три моих любимых фильма, которые можно посмотреть. Но вы, наверное, заметили, что я хриплю, у меня немного заложен нос. Это все из-за того, что я заболела, но это логично. И еще я бы хотела извиниться за то, что я так долго не выкладывала видео. Я это уже много раз говорила, а это все из-за учебы, из-за того, что в прошлом году мы не успели написать какие-то итоговые контрольные из-за карантина. Мы их писали в этом году, но, в общем, вы поняли. И еще те, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я кое-что изменила в себе. Я подстригла себе волосы, которые мне были ниже пояса. Вот, и передние пряди я отстригла еще короче, вот, прям до конца моего лица. Мне очень это нравится. Ну, а если вы меня не видели с длинными волосами, то смотрите мои прошлые видео. Там вы и сможете увидеть разницу. А еще плюс к этому всему я проколола себе ухо вот здесь вот. Делала себе еще одну дырочку. Мне тоже очень нравится. Ну, ладно, не будем долго на этом зацикливаться. Заваривайте чаек, берите печеньки. Ну, а мы начнем. Первый сериал «Это очень странные дела. Он мой самый любимый». Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Хоукинс в штате Индиана. В первом сезоне из секретной правительской лаборатории сбегает девочка, обладающая телекинезом. И в то же время таинственным образом исчезает мальчик. А его друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего. Второй сезон посвящен попыткам персонажа вернуться к нормальной жизни после события в первом сезоне. Третий сезон рассказывает о событиях, произошедших в Хоукинсе в 1985 году. Дальше я вам рассказывать не буду, чтобы не портить весь интерес к просмотру сериала. Он очень интересный, он мне очень нравится. Всего там три сезона. Я его посмотрела достаточно быстро. Все это потому, что он мне очень сильно понравился. Я это уже несколько раз сказала. В этом сериале всего три сезона. Но просмотрела я его очень быстро, потому что мне было очень интересно. Я это уже миллионы раз сказала. Ну, а мы приступим к следующему. После сериала у нас идет фильм под названием «Знамение». Во время празднования юбилея школы была вскрыта капсула времени. В капсуле времени находились письма детей, в которых они описывали, каким будет будущее через 50 лет, по их мнению. Одно из посланий писала маленькая девочка. Оно отличалось от всех писем своим содержанием. В месте повествования о будущем в письме находились цифры. Но записать девочке не удалось, и оно осталось незаконченным. Необычное послание из прошлого досталось славу слышащему мальчику. В послании оказались даты катастроф произошедших и грядущих. Одна из дат совпадала с даты смерти жены профессора, которая погибла несколько лет назад. Установив закономерность страшных событий, профессор попытался спасти жизни людей, рассказав о грядущих бедах. Но в его догадках никто не увидел достоверных доказательств. Дальше я вам также рассказывать не буду, чтобы вам было интереснее смотреть. Фильм тоже интересный. Концовка у этого фильма очень интересная. Она необычная и вообще неожидаемая. Расскажу я вам об этом сериале немного, так как в этом сериале очень много разных интересных моментов, из которых и состоит весь фильм. И если я вам расскажу, то будет неинтересно смотреть. Энн – это 13-летняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живет в детском приюте. Жизнь девочки резко меняется, когда она по ошибке попадает к новым приемным родителям. Старой деве и ее младшему брату. В сериале всего три сезона. Сразу скажу, у этой девочки очень запутанная история. Там много разных загвоздочек интересных, которые вы можете заметить. Поэтому обязательно посмотрите. Этот сериал мне тоже очень понравился. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите продолжения, то пишите об этом в комментариях, так как я вам рассказала малую часть всего, что я люблю смотреть. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok